Одно из лучших качеств людей из мира бизнеса — это то, что они отличные переговорщики. И вы отличный переговорщик. И вы говорили о войне в Украине. И что вы сможете заключить сделку, которую примут и Путин, и Зеленский. На что будет похожа эта сделка? Думаю, сделка... Я не стану об этом распространяться, ведь думаю, что смогу заключить ее лишь если выиграю как президент. Я гарантированно заключу сделку. Этой войны не должно было быть, это ужасно. Слушай, Байден — худший президент в истории нашей страны. А она, наверное, еще хуже, чем он. Это то, что никогда не должно было случиться. Но это случилось. И теперь заключить сделку стало гораздо сложнее, чем до ее начала. Миллионы людей. Я думаю, число погибших будет намного выше, ведь когда видишь все эти... Когда все стихнет, я думаю, что количество погибших окажется намного выше, чем люди думают. Когда видите, как все эти здания сносятся по всей Украине, я думаю, что реальные числа намного выше. Они лгут о погибших, занижают их число. Рушатся огромные здания по несколько кварталов, они очень большие. И говорят, что один человек слегка пострадал. Нет, нет, погибло много людей. В этих зданиях были люди, и у них не было шансов, когда они начинают валиться, шансов нет. Так что... Это война, которую обязательно нужно закончить. Вдобавок, есть Израиль и много других мест, где говорят о войне. Мир сейчас — это жесткое место. И во многом это из-за того, что Америка потеряла лидерство. И я считаю, что она, скорее всего, будет еще хуже. Байдена я смотрел интервью вчера вечером. Легкое, поверхностное интервью. А вы хотите больше ее интервью с трудными вопросами? Не знаю, я не могу поверить в происходящее в кандидатах человек, которого не должно было быть. Они достали его с запазухи. Сначала они использовали ковид для обмана, а теперь обманывают и без него. Но кто-то должен был быть. И теперь там эта женщина, которая даже интервью-то дать не может. А интервью-то было мягким. Там ей давали множественный выбор и вопросы, многовариантные, так я их называю. И я не думаю, что она справилась, думаю, вышла жидковато. Как, по-вашему, пройдут дебаты через пару дней? Я не раз был на дебатах. Но как политик я дебатировал не так много. Первые такие дебаты были с Роузи О'Донелл. Знаменитые дебаты с Роузи О'Донелл, это ответ. Я хорошо с ними справился, я стал президентом. На вторых выборах я набрал на миллион голосов больше, чем на первых. Мне сказали, что если я наберу 63 миллиона, как я набрал и в первый раз, то я победил, нельзя было не победить. Я набрал на миллион голосов больше, чем тогда. И проиграл на волосок. Но... И посмотрите, что случилось с миром, со всеми этими войнами и всеми этими проблемами. Посмотрите, какая инфляция, потому что инфляция пожирает нашу страну, съедает ее. Это все очень плохо. Но... Многое может произойти, мы должны урегулировать эти войны. Нужно решить вопрос с Украиной, иначе это приведет к Третьей мировой, как и Ближний Восток. Как и Ближний Восток. Может быть, поговорим о том, как вести переговоры с таким человеком, как Путин или Зеленский. Согласится ли Путин отдать уже захваченные территории? Я не знаю. Могу лишь сказать, что... Если бы всего этого не случилось, было бы намного легче. Потому что таких вопросов бы не стояло, но сейчас все осложнилось. До того, как все это началось, Он сейчас контролирует много территорий, и те, кто там живет, превратились в мятежников, да? Что даже немного интересно, что это случилось. И еще может случиться. Еще интересно, что Путин допустил, чтобы это началось. Слушайте, такого никогда не должно было случиться. Это нужно остановить Украину, уничтожают. Разрушается великая культура, которая по большей части уже разрушена. Что, по-вашему, лучше всего сработает в таких переговорах? Преимущество, скажем так, дружбы, кнут или пряник? Дружба или как бы угроза использования экономической и военной силы? Все зависит от человека. Всегда все по-разному. Переговоры интересны тем, что зависит от человека, с которым ты их ведешь. Ты должен либо догадываться, Либо узнать из определенных источников, Что важнее, пряник или кнут? Для некоторых это кнут, А для некоторых это пряник. Думаю, кнут, вероятно, В целом, эффективнее, если речь идет о войне. Но... Такие разрушения, которые мы наблюдаем сейчас, Их мало кто видел. Это страшная вещь. И мы наблюдаем это повсеместно. Мы видим это Во всех частях света. И много всего начнется. Посмотрите, что творится в Китае. В Японии они начинают перевооружаться. Они перевооружаются. Ведь Китай... Потому что Китай, знаешь ли, Мир сегодня полон опасностей. Есть много... Над миром нависла большая опасность Третьей мировой. И нам нужно быстро решать вопрос. Ведь пять месяцев с людьми, как она, Он сдался и стал завсегдатаем пляжей. Думает, что хорошо выглядит в плавках, хотя нет. А он-то сдался. Ну, нельзя его винить. Это был переворот. Она захватила. Они перехватили, по сути, президентскую власть. По сути, все президентство было захвачено этим переворотом. У него 14 миллионов голосов, а у нее ни одного. Никто не думал, что это будет она, и никто не хотел. Она была шуткой. Пока шесть недель назад они не сказали, что политически должны выбрать ее. А если бы ее не выбрали, у них были бы проблемы. Не знаю, правильно это или нет. По-моему, нет. Но они думают, что да. И теперь пресса сразу же пришла им на помощь. Если можно вернуться к Китаю и переговорам, как нам избежать войны с Китаем в 21 веке? Есть способы, но вот в чем проблема. Расскажи бы я тебе как, а мне бы очень хотелось. Но если я раскрою тебе план, у меня есть очень детальный план, как помирить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может не план, но идея для Китая. Если этого не сделать, то у нас будет много проблем. У них тоже их будет много. Проблем уже много. Но я не могу раскрыть тебе эти планы, ведь если я это сделаю, то не смогу их использовать, не добьюсь успеха. Ведь отчасти это сюрприз. Да. А иначе они не смогут особо помочь. Значит, вы знаете, что сказать Путину, как займете кабинет. У меня были хорошие отношения с ним и были хорошие отношения и с Зеленским. Но с Путиным я хорошо могу поладить. Продолжение следует...